А теперь к новостям спорта. В Славянске-на-Кубани прошел командный чемпионат по настольному теннису среди женщин. За выход в следующий этап соревнования боролись лучшие теннисистки России. На несколько дней Славянск-на-Кубани стал центром спортивной жизни всей страны. Недавно отремонтированная спортивная школа юности приняла первый тур командного чемпионата по настольному теннису среди женщин. Суперлига. В этих соревнованиях принимают спортсменки, которые уже участвовали и в первенстве Европы, мастера спорта, которые участвовали и в чемпионате России, которые защищают честь и славу своих субъектов Российской Федерации. Эти соревнования проводятся в четыре круга. Это первый круг этих соревнований. Последующий круг будет у нас в декабре месяце и два круга будут в марте и потом в мае месяце. По итогам четырех кругов этих соревнований определится победитель. Побороться за выход во второй круг соревнований. В наш город приехали восемь команд из Краснодара, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Ногинска, Владимира и Москвы. Славянск встретил гостей не по-осеннему теплой погодой и прекрасным залом, соответствующим всем современным требованиям. Условия шикарные, условия хорошие. Они соответствуют всем стандартам, которые необходимы для спортсменов и соревнований высокого уровня. Не побоюсь даже мирового или европейского какого-то уровня. Поэтому все, что мы видим здесь, спасибо организаторам. Нам приятно здесь находиться и играть комфортно. Чтобы выйти в следующий тур чемпионата, каждая команда должна была держать как можно больше побед. По итогам всех встреч лучше всего сыграла московская команда «Кадет». Серебро у еще одной команды из Москвы. Третье место у краснодарской команды. Анна Монастыренко, Игорь Ванчуков. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok